На поддержку казахстанского бизнеса правительство выделит 200 миллиардов тенге. Еще в Министерстве национальной экономики сообщили о скором вступлении Казахстана во Всемирную торговую организацию. Перспективы обсуждали и в Алматы на отчетной встрече с населением Ахмеджана и Симова. В мегаполисе почти 124 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса, где занято более половины экономически активного населения города. Это персональный интерес Магомеда Маслаханова. О бизнесе и новых возможностях отрасли говорим с председателем совета директоров Раимбек Гру к Раимбекам Баталовым. Раимбек, добрый день, спасибо, что пришли. Вас хорошо знает зритель. Я всего несколько слов о вас приведу и мы начнем. Раимбек Баталов окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, основал один из первых в стране производственных холдингов. Ныне председатель совета директоров компании Раимбек Гру, председатель форума предпринимателей Казахстана и член президиума Национальной палаты предпринимателей. Раимбек, вы в одном из интервью рассказывали о том, как Китай вырвался в лидеры по поставке томатов на мировой рынок, когда они создали инфраструктуру от семян до реализации. Подобную идею еще несколько лет назад Ахмеджан Несимов предлагал в Алматинской области внедрить, когда на одном из совещаний с прежним Акимом области присутствовали банкиры, предлагали вложить 100 миллионов долларов в проект. В чем главная особенность вот этой системы, которую вы рассказывали? Вы знаете, Китай очень хороший пример и с Китаем работает наша компания уже очень давно. У нас был завод в Китае и мы не понаслышке знаем, как китайское правительство подходит к развитию отраслей. И действительно очень хороший пример. На сегодняшний день Урунчи, это соседняя с нами провинция, является мировым лидером по производству томатов. До этого китайское правительство поставило задачу стать номер один по производству яблок. На сегодняшний день Китай является номер один в мире по производству яблок. Сейчас на очереди апельсины, виноград и эту линейку можно, наверное, очень долго перечислять. Мне кажется, что здесь ключевой вопрос – это подход. Китайцы действительно работают на результат. И то, что сегодня эти программы очень эффективны, и они действительно дают возможность воспользоваться теми и финансовыми инструментами, и необходимым подведением инфраструктуры. И, в общем, весь вот набор, все, что необходимо для того, чтобы действительно был результат, чтобы производились помидоры в необходимом количестве, в конкурентной цене. И вот это подведение и инженерной инфраструктуры, и отраслевой инфраструктуры, за которую мы в данном случае с Ахмеджаном Смогулычем являемся единомышленниками. И важно, чтобы были питомники, важно, чтобы было производство оборудования по капельному орошению, по другим современным орошительным системам. И это важно для того, чтобы действительно кап вложения в проект, они все-таки были меньше, чем на сегодняшний день. А мы, к сожалению, не совсем конкурентны, ну вот с точки зрения вот этих вот отраслевых ориентиров. То есть в Китае сад посадить дешевле, чем в Казахстане. Или в Китае помидоры, либо там ферму открыть дешевле, чем в Казахстане. Мы здесь должны сравняться. Рэмби, как раз по инфраструктуре, наверное, можно привести в пример Алатаусский район Алматы, где индустриальная зона строится, где ССПИД, специальная экономическая зона парки инновационных технологий. Как раз это та система, о которой вы говорите, там и внедряется, правильно? Ну это один из, это вот то, что мы сейчас говорим о, например, промышленной зоне, это инженерная инфраструктура. К инженерной инфраструктуре еще очень важно, чтобы была отраслевая инфраструктура. Но то, что на сегодняшний день это востребовано, чтобы были действительно территории с подведенными коммуникациями, бизнес не тратил дополнительное положение в подведение коммуникации, в получение, так сказать, мощностей, условий. И это действительно занимает очень много времени и средств. Рамек, можем как раз посмотреть на результаты этой работы, которая там проводится. Участники технопарка за год выпустили 11 продукций на 11 миллиардов тенге, там 165 инновационных предприятий. В текущем году завершится второй этап строительства и на базе спецзоны заработает кластерный фонд по хай-теку и научным стартапам. Еще у нас есть индустриальная зона для энергоемкого производства, где отобраны более 100 проектов химической, легкой, пищевой промышленности и машиностроения. Там огромная территория, 490 гектаров видим на карте, где строят инфраструктуру, бизнес-идеи на 231 миллиард тенге. Реймбек, это как раз о чем мы говорили. И такое решение, наверное, должно дать результаты хорошие, да? Как вы думаете? Ну, по ПИТ у меня такое особое отношение, да, вопрос эффективности. Что касается индустриальной зоны в Алатавском районе, ну, как я уже сказал, безусловно, это очень важная, востребованная, так сказать, территория, зона, где действительно бизнес может без каких-либо проблем получить все необходимые коммуникации и так далее. Поэтому я считаю, что зона в Алатавском районе, это очень важный для города объект. И другой вопрос, конечно, что насколько сейчас есть возможности у бизнеса инвестировать. Вот здесь, может быть, есть определенные трудности, но то, что уже такая территория есть, это очень важно. Ну, в Алматы у нас отличается такая активная позиция. Например, за прошлый год розничная торговля выросла на 15%, а товарооборот по городу более чем на 9%. Как вы оцениваете в целом бизнес-климат в Алматы, несмотря на все ситуации? Ну, несмотря на понятные сложности, я считаю, что бизнес Алматы, особенно малый, средний бизнес Алматы, это все-таки лидер в Казахстане, это город, который является, так сказать, городом малого среднего бизнеса. И мы видим, что действительно он и развивается, хотя с каждым годом ситуация, или вот сейчас ситуация в целом в мире, да, и в частности у нас, конечно, очень непростая. Но тем не менее, я считаю, вот у малого среднего бизнеса, знаете, вот есть вот эта вот жилка и вот важная устойчивость. Если большой бизнес там, ну это как большой ребенок, большой человек и маленький ребенок, да? Большой человек упал, ну не дай бог там это все слышно, громко, не дай бог что сломал, а маленький ребенок он упал, встряхнулся и в общем и дальше побежал. Ну я вот так оцениваю малый и средний бизнес. Есть сложность, но малый и средний бизнес вот благодаря своей вот этой жилке, гибкости, да, там, устойчивости, находят решение и движутся вперед. Одна из горячих тем, Аким Ахмеджан Исимов на отчетной встрече с населением говорил о перспективах развития туризма, в частности про Кокжайляу. Как вы оцениваете эту идею? Ну я как алматинец, конечно, люблю свою природу, да, и очень ценю и дорожу. Но прекрасно понимаю, что, ну как уже и Ахмеджан Смагулыч неоднократно говорил, при очень жестком соблюдении всех экологических норм, причем как казахстанских, так и в целом международных, и эксперты не один раз приезжали и давали определенные заключения. Вот только при условии вот этих вот очень жесткого соблюдения экологических норм, безусловно, Кокжайляу это очень важно для города и в целом для бизнеса, и для населения объект, и который может быть и не может быть, а это точно будет очень мощным якорем, который даст много рабочих мест, который даст дополнительный приток бюджетных средств, в бюджет имеется в виду, и, конечно, я считаю, в целом для экономики города это важный объект. Райми, говорят про туризм, когда оценивают уровень его доходности, что он может даже заменить от сырьевого экспорта объема до суммы, которую может получить город. Да я даже в этом не сомневаюсь, ну, к сожалению, в Алма-Ате у нас нет ни в нефти, ни газа, но если в целом по республике, и мы же мировую практику видим, ну, возьмем ту же самую Турцию или Эмираты или много других стран, где действительно доходы от туризма, они превышают доходы от очень многих интересных секторов экономики. Поэтому для нас туризм, конечно, очень важен, и я считаю, что это достаточно большая перспектива, тем более мы находимся между такими рынками, как Китай и Россия, и это достаточно большой поток туристов, которым может быть интересен Казахстан и Алма-Ате. И одно место организовать, и в туризме можно 10 мест организовать, я читал, чем одно место в промышленности создать, рабочие места. Ну, туризм однозначно, да, он такой достаточно емкий с точки зрения рабочих мест, очень интересный. Это также, знаете, как есть зерно растеневодства, да, на один гектар эффективность, и, например, яблоневосада. Вот яблоневосад в тритеры, в пять раз эффективнее с одного гектара, чем, например, зерновые культуры. Поэтому, вот мне кажется, туризм, он где-то вот похож. Но, тем не менее, Ахмеджан Исимов отмечал на этой встрече с населением, что есть попытки политизировать этот вопрос, придать ему негативный окрас. Даже есть в случае финансирования, зарубежного финансирования, таких негативных настроений на эту тему. Подобные выступления были и в Европе, когда строили эти знаменитые ныне курорты. Ну, я не исключаю, Ахмеджан Смогулыч уверен, есть такая, ну, достаточно подробная информация, и точно не без этого. Но я абсолютно уверен, что есть те граждане, которые искренне хотят сохранить нашу экологию. И, наверное, здесь, хотя уже достаточно много и публичных слушаний было, но это вопрос доверия. Сохранят ли действительно вот эти нормы экологические? Сохранят ли правильные подходы при развитии этого кластера, и развитии этого объекта? И я абсолютно уверен, что есть действительно вот без каких-либо финансирований извне, люди, которые в нашем городе, ну, в общем, очень серьезно переживают за счет этого. Проект вошел в госпрограмму развития туризма. Теперь можно вокруг этого проекта развивать целый кластер туристической отрасли. Да, безусловно, здесь и будет расти сельское хозяйство, потому что это, конечно, безусловно, очень хороший сбыт продукции, и мясо, и молоко, и овощи, и фрукты, и все что угодно. Поэтому, безусловно, что туризм, он может быть такой, знаете, от туризма очень хороший мультипликативный эффект. И транспорт будет развиваться, и гостиничный комплекс, хорика так называемая. Поэтому плюсов гораздо больше. И антикризисный план, я хотел, чтобы вы тоже по этому вопросу дали свой комментарий. Антикризисный план Алматы, который предусматривает поддержку бизнеса, и включились национальные холдинги, самрукознаба, и терек дому. Насколько это поможет компаниям укрепиться и развиваться дальше? Вы знаете, здесь очень важна корректировка подхода, улучшение или изменение подхода. Мы видим, что действительно бизнес сейчас испытывает очень серьезные проблемы с текущим финансированием, мало ликвидности в банках, и процентные ставки, к сожалению, растут. Мы видим проблемы, связанные с российским рублем, и конкурентность казахстанских товаров, и непосредственно товаров, которые производятся в Алмате, конечно, оно искусственно меняется. Поэтому, мне кажется, здесь очень важно, еще раз подчеркиваю, поменять подходы и обратить внимание, где сейчас основные проблемы, что нужно сделать с текущим обязательствами по банкам, вопрос оздоровления, что необходимо сделать, какие инструменты внедрить для того, чтобы бизнес, чтобы запустить какой-то проект, сталкиваются с одной важной существенной проблемой. Это отсутствие собственного капитала и залогового обеспечения, которое требует по нормативам банки второго уровня и института развития. И вот решение этой задачи через, как мы с вами уже говорили, подведение инфраструктуры, то есть сокращение капвложений в проекты, через отраслевую инфраструктуру. Вот здесь важно, чтобы государство все-таки больше взяло на себя. И вот Нурлыжол, мы надеемся, в этом активно поможет. Но еще раз подчеркиваю, важно поменять подходы и сделать программы более эффективны и востребованные для бизнеса. Ромбек по Нурлыжолу тоже как раз Нурсултан Азарбаев на расширенном заседании правительства говорил, что эту программу Нурлыжол дал поручение даже пополнить антикризисными мерами, то есть это поддержать машиностроение, экспорт, собственное производство. Но это ведь не просто дать деньги, а их правильно распределить и разработать целые программы, чтобы они действовали эффективно. Правильно? Совершенно верно. Вы знаете, у нас же много программ-то уже и было, и есть, и ГПФИРы, и развитие аграрного сектора 10-15 год, сейчас вот агробизнес, очень много отраслевых мастер-планов и по машиностроению, и там по молочному и так далее. Но, к сожалению, мы как с вами потребители видим, и помидор не хватает, и мяса не хватает, и товаров народного потребления, произведенных в Казахстане, не хватает. Здесь, конечно, еще раз подчеркиваю, очень важно посмотреть и пересмотреть вот эти подходы и сделать действительно программы, востребованные бизнесом. Вот что для этого необходимо, для того, чтобы программы были востребованы. Если вот возвращаясь к Мерлужолу, конечно, очень важно сейчас, вот мы говорили о сельском хозяйстве, да, та же самая Алматинская область, есть поливные земли, уникальная земля, да, с хорошим бонитетом, но, к сожалению, порядка 9-98% всей поливной земли поливается, так сказать, орычным способом. Ну, нет капельного орошения, нет дождевальных систем, там, так сказать, которые, ну, эффективных систем мелиорации, эффективных систем орошения. В зависимости от... Которые обращают удобрения, все необходимое... Ну, конечно, исходя из этого вопрос связан с производительностью, ну, либо орычным путем поливать, да, либо дождевальными системами или капельным орошением, это, конечно, совершенно... Современные технологии уже. Именно так, поэтому вот вложение в такую инфраструктуру, это, конечно, очень необходимо для бизнеса, и я точно уверен, что это даст, так сказать, определенный толщин. Рэмбек, защита внутреннего рынка, об этом тоже говорил президент, рассказывая о программе Нурлыжол. Как, по-вашему, здесь на что лучше обратить внимание, чтобы защитить внутренний рынок в нынешней ситуации?